Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером на Смоленской площади в Москве. Внедорожник джип Гранд Чироки, которым управлял Михаил Ефремов, на большой скорости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Смотрите, у вас порог. Я им виноват. По словам очевидцев, пострадавшего водителя зажало в кабине. Когда врачам удалось водителя оттуда извлечь, его увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского со множественными переломами и закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи всю ночь боролись за жизнь пострадавшего водителя, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался. Погибшим был 57-летний рязанец Сергей Захаров, который работал водителем в интернет-магазине «Деликатеска.ру». Сотрудники магазина, где работал погибший рязанец, потрясены произошедшим и в ближайшем будущем собираются открыть сбор денежных средств для семьи Сергея Захарова. Виновника аварии Михаила Ефремова полиция задержала на месте происшествия. После медицинского освидетельствования выяснилось, что он был изрядно пьян. Ефремов, а зовут как? Михаил. Михаил. Вы выпили? Да. В его корове содержалось 2,1 промилле алкоголя. В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса России нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Она предусматривает до 12 лет колонии. Сейчас актер находится под подпиской о невыезде. Сам он заявил, что готов ответить за содеянное в соответствии с законом. В Рязанской области за минувшие двое суток содержаны 9 водителей, находившихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. С результатом согласны, а свидетельство? Ну, в слов скажите, согласны? Да, да. Слышите? Да, с результатом согласны. Еще, 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 еще. Все, хорош. Идет анализ? 1, 2, 4, 4. Всего сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 7 получили травмы различной степени тяжести. Инспекторами дорожно-постовой службы выявлено 4918 нарушений правил дорожного движения. Также на территории региона зарегистрировано одно нарушение водителем автобуса и 42 нарушения правил дорожного движения пешеходами. Семен Иванов, телекомпания «Город».